Поедание курицы. Она заказала столько, чтобы хватило на весь приют, и посмотрела на Каншенхека. Тогда я подожду снаружи, пока не принесут еду. Вам удобно разговаривать наедине? Да, спасибо. Оставь это на потом. Клэр подошла к Каншенхеку для быстрого поцелуя, а затем вышла из комнаты. Все, кто это видел, замерли. Эээ, ты, правда, верно, но это не очень важно. Это не важно. Что, разве алхимик не встречался с Каншенхек? Вы, должно быть, Каншенхек. Пока Лиджин Сакбормотал в замешательстве, Юхина смело кричала, как детектив Конан, раскрывая преступника. Я видел тебя по телевизору. Мама говорила об этом. Это было реально? Я думал, ей мерещится всякое, потому что она скучала по тебе. Действительно, сестра изделий уже догадалась об листине. Если так, то неудивительно, что она предположила, что он встречается с Клэр. Каншенхек кивнул. Правильно, боже мой, кукловод смерти, мой друг. Эээ, императрица, а как насчет императрицы? Она очень хорошенькая. Вопрос, который нужно было задать, как только он понял, что он Шененхек был таков. Лиджин Сак не знал, что Юхина смотрела на него с жалостью. Гиена, отказавшись от всех своих ожиданий от него, повернулась обратно к Каншенхеку. Как это произошло? Шененхек уже взрослая. Это подделка. Как ты его подделал? С императрицей. Ах, Лиджин Сак закричал, как будто его просветили. Тогда, заполучив нас в Канониры, это была императрица. Сумасшедший. Канониры были два и краткой по величине гильдии наемников в отрасли. У них была хорошая репутация, и многие люди, которые присоединились к ним, были на удивление популярны. Они были известны тем, что не занимались безрассудными действиями, поэтому было удивительно, что они согласились участвовать в экспедиции. Возможно, ассоциация оказала на них давление. Конечно, это секрет. Некоторые люди знают, но мы не можем говорить об этом публично. Конечно, спасибо, что поверили в меня и рассказали мне. Но почему сейчас? Джо Вунхин наклонил голову и задал этот вопрос. Каншинхек на мгновение подумал, что этот парень был самым надежным, прежде чем ответить. Я тоже отправляюсь в экспедицию. Боже мой. Вау. Если подумать, ты занимаешь четвертое место в мире. Глаза Юхена блеснули, когда она посмотрела на него. Это был взгляд, который он часто получал, когда они недолго встречались в средней школе. У меня есть девушка. О, да. Клэр не сможет победить. Ты? Ты сегодня слишком сильно утратил свой имидж. Кх. Каншинхек торжественно заявил об этом Лиджинсаку, который выглядел преданным. Рядом с ним Юхена кивнула в знак согласия. Где здесь хороший человек? Шинхек, есть кто-нибудь, с кем ты можешь меня познакомить? Я знаю одного. Эй. Пока он раздумывал, стоит ли ему рассказать ей о парне, который вел себя как Лиджинсак, но обладал большими способностями. Джинсак схватил его. Не делай этого. Ах, у меня сейчас кружится голова. В любом случае, если ты собираешься поехать в Африку, держись поближе ко мне, когда это возможно. Это действительно здорово. Спасибо. Джо Вунхин склонил голову. Затем, осторожно подняв его, он посмотрел прямо на Каншинхека. Не могли бы вы потренировать нас, пока мы не уйдем? Я сделаю это. Спасибо тебе. Ах, я тоже. Хе-хе. Прошло много времени с тех пор, как я учился у тебя. Эй, я тоже. Посмотри на меня тоже. Я понял. Нет никакой разницы, смотрю ли я на одного из вас или на всех вас. Он улыбнулся при виде трех молодых наемников, радостно прыгающих вокруг. Его тревога все еще не проходила, но это правда, что наемники подвергались опасности, куда бы они ни направлялись. Если это так, то было бы лучше, если бы Каншинхек сделал все возможные, чтобы обезопасить их. О, и дай мне свое оборудование тоже. Я обновлю его. Ты тоже можешь это сделать. Это была его основная работа. Сначала он собрал их снаряжение и проверил его состояние. Все они были одного образца, с клеймом артиллеристов на них. Припасы? Да, чем выше оценка, тем лучше. Тебе придется вернуть его, верно? Нет, это сделка, которую нам всем дали. Действительно, была причина, по которой у них была одна из лучших репутаций. Он слышал, что большинство гильдий наемников только связывали своих наемников с продавцом и позволяли им покупать это самим, но они предоставляли это так. Каншинхек тщательно осмотрел оборудование, чтобы увидеть, нет ли каких-либо скрытых дефектов или оборудования, а затем проанализировал источник с помощью своей духовной силы. Но, на всякий случай, я должен сделать модернизацию тайна. Каншинхек такой классный, эй. В этот момент вернулась Клэр с коробкой, полной курицы, в обеих руках. Когда Каншинхек принял это, Клэр кивнула и оглядела комнату. Ты закончил говорить? Да, по поводу первой темы. Первый. Каншинхек наклонил голову, и Каншинхек горько улыбнулся. Если ты знаешь что-нибудь о Зевсе, скажи мне, Зевс. Глаза Юхена заблестели, и он хотел верить, что это было не при виде еды. Мы многое знаем. Из-за нашей подготовки, Зевс делает кое-какие грязные вещи в тайне. Да, кое-что опасное. О чем ты говоришь? Давай присядем. Чоунхен с серьезным видом поднял куриную ножку. Я буду придерживаться только фактов. Каншинхек сел, чувствуя себя немного неловко. Клэр достала свою куриную ножку и откусила от нее. Они действительно похожи на пару. Эй, Хена, ты тоже хочешь ногу? Я принесу его сам. Шинхекхен. То, что делает Зевс. В течение двух часов они обсуждали обвинения, выдвинутые против Зевса. В целом, доказательств было недостаточно, чтобы подтвердить факты, но обстоятельства, связанные с этим, были примерно поняты. У Каншинхека было представление о том, что он должен подготовить. Глава 239 на бесплатной доске объявлений Вселенной Героев Все были сбиты с толку, когда смотрели на новый тестовый продукт, продаваемый новой наковальней, то есть Каншинхеком. Лаки. Запись. Воспроизведение записи. Зачем тебе это нужно? Хала. Цу. В человеческом обществе есть много правил, которые еще не выработались. Общество, в котором мораль правит до того, как она была подчинена. Это цель завоевания более выгодного положения в обществе. Супер-ультрагалактический кулак. Слаборазвитое общество. Не имеет значения, где ты живешь. Главное, чтобы ты делал хорошие вещи. Привет. Евна. Проверка. Лаки. Теперь я знаю. Юна. Каждый раз, когда я вижу кого-то, кто говорит, что купил что-то у Анвил, она так и говорит. Хала. Может быть, она хочет проверить номер и попросить Анвил внести свою долю позже. Евна. Нет. Цукуя. А боже мой. Боже мой. Анвил сделал несколько действительно забавных вещей. У-у-у. Похоже, что ничтожные людишки беспокоят Анвил. Юна. Все в порядке, потому что я все решу. Цукуя. У тебя недостаточно навыков, поэтому Анвил не пришел к тебе сам. Вот почему я должна быть с ним. Евна. Я убью тебя. Лаки. Всегда интересно наблюдать за боями. Есть ли попкорн? Попкорн? Хала. Будь теперь немного взрослее. Лаки. Супер-ультрагалактический кулак. Будет ли у меня дедушкин ребенок? Бармен. Дурак. Коншин Хек поднял голову и посмотрел на Клэр, стоящую перед ним. Она закрывала вселенную героев с громким гудением после того, как оставила этот комментарий. Как я могу просмотреть то, что говорит этот человек? Ты прав, но она очень сильный ребенок, так что не провоцируй ее слишком сильно. Это игра, в которой женщина не должна убегать. Вот и все. Если так, то ничего не поделаешь. Он коротко поцеловал Клэр. Как долго ты останешься? Думаю, я останусь здесь до начала экспедиции. Я тоже останусь здесь. В любом случае, в настоящее время открыть бар невозможно. Из-за этой экспедиции в Африку к ней поступило огромное количество запросов на зелья. Ей пришлось много посылать на свою родину, в Соединенные Штаты, а также в Корею, где она в настоящее время находится. Кроме того, даже Европейский Союз, Китай и Россия придавали большое значение зельям алхимика и отправляли запросы. Все ведут себя так по-детски, но я хочу помочь, если смогу. Я всем сердцем хочу отправиться в экспедицию, но, нет, да, я не пойду. Я буду ждать здесь, так что возвращайся целым и невредимым. Когда она заметила короткую вспышку ужаса на его лице, она улыбнулась и поцеловала его, как будто была удовлетворена его реакцией. Когда они обменялись еще одной улыбкой, позади них раздался ворчливый голос. Мы должны уйти, это похоже на фильм. Ладно, проблема была в этих двоих. Коншин Хек прищурился и посмотрел на Ленахи и Леонор, которые вторглись в их комнату. Зачем вы двое пришли? Я пришел, потому что мой дядя попросил о помощи. Я учусь у нее готовить зелья. Нахи втайне хотела куда-то пойти, и я последовал за ней. Он проигнорировал Леонору и наклонил голову в сторону Ленахи. Оглянувшись на Клэр, она кивнула. Да, я звонил ей. Можно ли этому научить кого-то другого? Я подумал, что у Нахи все получится, так как она выучила руны, и мои ожидания оправдались. Клэр сказала это с легкой улыбкой. Было неясно, какова связь между рунами и алхимией, но, похоже, между ними была какая-то связь. Я, один, не могу отвечать за зелья по всему миру. Нахи настолько талантлива, что может следовать за мной. Нет, разве ты не решил открыть магазин артефактов вместе со мной? Артефакты не будут продаваться каждый день. Я рассмотрел финансы нашего магазина и увидел компромисс. В тот момент, когда Ленахи сказала наш магазин, глаза Клэр немного сузились. Если ты научишься лучше готовить зелья, почему бы просто не открыть магазин зелий самостоятельно? Говоря откровенно, Шенхек делает хорошие артефакты без вашей помощи. Ах, дело не в этом, Анне. Есть некоторые области, которые могут быть достигнуты только при объединении наших способностей. Как ни странно, хотя ни один из них не использовал магию, казалось, что между ними пробежал электрический ток. Наблюдая за происходящим, Кан Шенхек внезапно увидел, как лакирание просил попкорн на доске объявлений, но мгновение спустя позади него появился человек, осторожно дергающий его за воротник. Это была, конечно же, Элеонора, вице-капитан. Нет, Шенхек, Элеонора, возможно, зная о новых студентах, которые поступят в следующем семестре, пыталась привыкнуть к званию вице-капитана. Да, что это? Глядя на серьезное лицо Элеоноры, он подумал, что, возможно, он не просто следил за Ленахи. Я хочу поговорить с тобой. Хорошо, давай оставим этих двоих и поговорим снаружи. Он повернулся, чтобы увидеть Клэр и Ленахи в разгар жаркого спора, и тихо вышел из комнаты вместе с Элеонор. На данный момент все будет в порядке. Что происходит? Тебе нужно новое оружие? На самом деле, она казалась очень нерешительной. Если бы кто-нибудь увидел это издалека, он мог бы подумать, что она собирается признаться. О, он видел, как Лиджинсак наблюдал за ними широко открытыми глазами, развешивая белье. Друг, ты можешь не обращать на него внимания. Здесь он тебя не услышит. Со вздохом он вдохнул свой дух в маленький кубический предмет, который держал в руках. Это был созданный им звуковой коллектор, который имел простой эффект сбора и хранения окружающих звуков. Поскольку он работал исключительно на духовной силе, те, кто не знал его, не могли понять, как он работает, но у него была функция, которая предотвращала распространение звука. Это интересно. Мы также разрабатываем уменьшенную версию и удаленную версию. Как только он будет разработан, я хочу зарегистрировать патент. При этом не было бы необходимости создавать звуконепроницаемый барьер. Это было бы неплохо для использования в важных местах, верно? Коншин Хек с улыбкой продвигал свой новый продукт. Итак, что происходит, что тебя так взволновала, Африка, экспедиция? Он не знал, что она поднимет этот вопрос, участвует ли в этом британская королевская семья? О, поскольку именно королевская семья возглавляет сверхлюдей, они обязательно примут участие. Да. Кроме того, королевская семья имеет зуб на Ермонганда, где есть группа, которая не питает неприязни к Ермонганду. Сын принца умирает. Насколько ему было известно, по телевизору никогда не показывали таких новостей, что означало, что это был секрет внутри королевской семьи. Элеонора-старшая. Это мой двоюродный брат. Он был хорошим ребенком. Глаза Элеоноры были полны сомнений, но за ними сиял огонек твердой воли. Коншин Хек решил сразу перейти к делу. Можно ли предположить, что ты хочешь присоединиться к этой экспедиции? Да. Элеонора спокойно кивнула. Я хочу проверить, разве они не враждебны? Если они не ненавидят меня, у нее были какие-то сложные семейные дела. Коншин Хек кивнул с горькой улыбкой. Давай пойдем вместе. Если ты наденешь маску, все будет в порядке. Да, спасибо. Элеонора мягко улыбнулась. Если бы кто-нибудь сфотографировал ее сейчас и рекламировал, мисс Синин в этом году была бы Элеонор, а не Ленахи. Привет, Коншин Хек. Кто эта красавица там? Как шумно. Вы его друг? Все совсем не так. Коншин Хек вздохнул. После этого Лиджин Сак, который заметил, что Элеоноре или Нахи нравится Коншин Хек, в гневе приступил к интенсивным тренировкам. Он сказал какую-то нелепую чушь, поскольку он наверняка победит Коншин Хека и спасет этих женщин. Время пролетело незаметно. Коншин Хек усовершенствовал экипировку своих друзей до уровня, который повысил бы их физические способности до церанга или выше, даже если бы у них не было магии. Используй его только тогда, когда попадешь в беду. Хорошо. Я знаю, я знаю. Было бы плохо, если бы это было обнаружено, но это было лучше, чем умереть. Помня об этом, он еще больше тренировал своих друзей. Я умираю, Шин Хек. Умираю. Не волнуйся. А ты нет. Что ты делаешь с Хена? То же самое я сделаю с тобой в следующий раз. Шин Хек Хин. Здоровый дух и здоровое тело. Коншин Хек действительно тренировал их до тех пор, пока они, возможно, не умерли. Тем не менее, они были поражены тем, что смогли выдержать столько, сколько могли, и все потому, что Коншин Хек использовал своего золотого дракона-хранителя и духовную силу, чтобы помочь им. Хорошо вот так использовать свою черту характера. Его черта характера укрепляла силу его самого и всех его союзников. Это не только усиливало физическую силу, но даже такие способности, как понимание и запоминание, так что это могло повысить эффективность тренировок до предела. Вы генерал, способный возглавить большую армию. Бонус в 500 000 лес. Я не буду. Чех. Между тем, от Коньюлли не было никаких контактов. Сработала ли его угроза, прозвучавшая перед началом работы, или он все еще обдумывал, как ответить? В любом случае, это не имело значения. Эти парни однажды оскалили зубы, так что он не знал, когда они могут вернуться. Он не собирался терпеть побои. Старшая Евна. Место и время уже определены. Мы соберемся в Португалии. Тогда увидимся. Старшая Евна. Да, извините. Не волнуйся. Старшая Евна. Да. Он обучал трех наемников, а в свободное время совершенствовал свое оружие в печени Фрита и тренировался, сражаясь с Элеонорой. Элеонора, обладавшая таким же талантом к рукопашному бою, была очень хорошим спарринг-партнером. Это странно, Шенхек. Затем однажды Элеонора заговорила со странным выражением лица. Когда я соревнуюсь с тобой, я чувствую, что совершенствуюсь быстрее. Спасибо за комплимент, но разве это не просто потому, что вам противостоит такой же опытный противник? Все совсем не так. Элеонора хотела что-то сказать, но вместо этого с расстроенным видом подняла копье, не в силах подобрать подходящих слов. Это не такой уж тонкий рост. Я чувствую, что мое тело и магия явно совершенствуются. Я думаю, это потому, что ты взрослеешь. А теперь давай пройдемся еще раз. Лина Хи прищурила глаза и посмотрела на Клэр, когда увидела, что эти двое дерутся. Анни, я должен научиться так драться? Готовь зелье. В конце концов, настал день экспедиции. Это был исторический момент, который должен был решить, продвинется ли человечество на шаг вперед или отступит. Глава 240 Лиссабон, портовый город Португалии, казалось, провел встречу сверхлюдей. Это было связано с тем, что там собралось довольно много высокопоставленных лиц в сверхчеловеческом обществе. Вы сказали, что у нас есть ранкеры с один го по семье места. Я слышал, что красные туфли были привязаны к Корее. Это правда? Африканская экспедиция, после того, как человечество беспомощно отступило и было вынуждено похоронить 3000 высокопоставленных людей в прошлом. Но на этот раз то пранкеры действительно самые сильные. Видя, как человечество достигает уровня, на котором оно может вернуть Африку от этих монстров, мое сердце наполнится радостью. Если бы только новый меч был жив, есть те, кто думает о таких печальных вещах. Сверхчеловеческое общество отнеслось к экспедиции наполовину как к празднику. В прошлом человечество понесло болезненную утрату и было вынуждено полностью покинуть континент. И много времени было потрачено на то, чтобы восстановить утраченные тогда волю и гордость. Можно сказать, что эта экспедиция стала последней горой, которую пришлось пересечь для их реабилитации. Нет, никто не мог быть уверен, что ждет их за этой горой. Шепот Гало. Гало, сегодня, пожалуйста, поступайте хорошо. Обычно любой мир теряет половину своей среды обитания в борьбе с Ермунгандом. Ты подбадриваешь меня или проклинаешь, и не называй это средой обитания. Шепот Гало. Да, да, я знаю, что совершил ошибку. Он ответил на вопрос Хала, который прозвучал своевременно, и Коншенхек рассмеялся, несмотря на напряжение, которое он чувствовал. Младший, почему ты смеешься? Ах, ты видел меня? Очевидно, он был в маске. Шин Юна покачала головой, чувствуя, как трепещет ее живот, когда она наблюдала за ним. Я мог видеть, как двигаются мышцы под твоей маской. Угу, ага. В конце концов, она была женщиной, границы которой нельзя было измерить. На самом деле, он даже не знал, хочет ли он их измерить. Панхек. Да, эр, Коншенхек коротко ответил Элеоноре, чей голос доносился с другой стороны от него. Теперь, когда они оба были в масках, им приходилось быть осторожными, чтобы не выдать возраст друг друга, по крайней мере, так они договорились. Но по какой-то причине Элеонора задрожала от его звонка. Тебе все еще неудобно? Нет. Только после того, как она ответила, она начала задаваться вопросом, не слишком ли рано что-либо говорить. Я просто не знаком с этим. Это хорошо. И что с того? Почему Лиссабон? Если бы она не сосредоточилась на изучении современной истории сверхлюдей, такой вопрос был бы обычным делом, подумал Коншенхек. Так, существует бесчисленное множество дорог, ведущих на африканский континент, так почему же мы начинаем с Лиссабона? Да, Лиссабон такой. Разве это не было началом индийского пути? Я не думаю, что смешно думать, что Европа пытается проявить неуважение к миру в этот исторический день. Это потому, что все остальные дороги перекрыты, леди. Когда Коншенхек попытался ответить, нашелся кто-то еще, кто ответил на беглом американском английском. Когда они обернулись, там стоял Ник Харланд, обладатель высшего ранга из Соединенных Штатов и вторая ракетка мира Стони Граунд. Каменная площадка. Прошло много времени. Гром. И кукловод смерти как дела у алхимика. Не смотри так. Кто-нибудь может подумать, что я угрожаю ей и удерживаю ее против ее воли. Че, Стоун Граунд, который думал, что один из сверхлюдей его страны был похищен Кореей, прищелкнул языком и повернул голову к Элеоноре. Я надеялся встретиться с тобой. Деятельность Бахуса в маске была впечатляющей. Не могли бы вы, пожалуйста, назвать мне свое имя? О, э, это Эр. Элеонора немного запнулась, но это было неизбежно, поскольку он занимал второе место в мире. Однако, даже несмотря на это, она не забыла скрыть свое настоящее имя. Так что можно сказать, что она была действительно отличным примером для Бахуса в маске. Эр, я думаю, что твое настоящее имя должно быть очень красивое. Не пытайся забрать моих товарищей по команде. Эй, я, это не ты. Я просто хотел показать свое лицо следующему кандидату на первое место. Он зарычал на Каншин Хека. Затем дружелюбно улыбнулся Элеоноре, прежде чем продолжить объяснение. Разве тебе не интересно, почему все дороги перекрыты? Причина проста. Мы не можем позволить себе остановить монстров, которые каждый день стекаются вдоль других границ. Вместо того, чтобы настаивать на этом, мы решили пойти по пути, который позволил бы нам воспользоваться преимуществом. В качестве бонуса, все другие морские пути были заблокированы концентрированной эрозией. Гейтс. Ах, каменная земля впился взглядом в Каншин Хека за то, что он украл его объяснение в последнюю секунду, но затем он рассмеялся. Это был Каншин Хек, который был экспертом по теории до того, как его черта пробудилась. Более того, когда люди отступали с континента в прошлом, все сухопутные дороги были перекрыты, и они бежали именно в Лиссабон. Вот почему это было обещано еще тогда. Когда мы вернемся в Африку, мы начнем с Лиссабона. Это трогательно. Да, их было бы еще больше, если бы в то время никто из высокопоставленных лиц не обратился к Ермунганду. Ах, Элинар вздохнула, эта история никогда не заканчивалась хорошо. Тогда увидимся позже. Нас, Соединенные Штаты, совершенно не волнует статус сверхчеловека или его рождение, а только оценка и лечение их на основе навыков и характера. Если у вас есть причина прятаться за маской, помните, что мы готовы позаботиться обо всем. Если ты здесь только для того, чтобы пофлиртовать, тогда уходи. Че, тогда в следующий раз. Когда Каншинхек разозлился, глаза Шинэны вспыхнули. Илеонора наклонила голову, наблюдая, как Стоунграунд прищелкнул языком и отступил. Топ-менеджер почему? Это потому, что ты превосходен. Он спешил увидеться с вами после того, как заметил нашу деятельность. Бахус в маске сейчас был одной из самых популярных групп в мире. Однако, в то время как их представители, кукловод и алхимик уже имели четкое происхождение и принадлежность, никто не знал статуса остальных троих. Каменная земля и другие сверхлюди, вероятно, думали, что смогут завербовать их у Бахуса в маске. Но, несмотря на то, что у нас высокая репутация, наша деятельность ограничивалась местным первым реагированием и оказанием помощи. В основном они работали в Сеуле и его окрестностях, так что пока ни у кого не было возможности к ним подойти. Однако один из этих участников наконец-то появился на публике, где собралось так много сверхлюдей. Но по сравнению с Клэр и тобой, я знаю, что говорить это не к добру, но порог слишком высок. Странно, что люди не обращают внимания на тех, кто быстро растет. Он подумал, что эта экспедиция станет хорошей возможностью пересмотреть странно низкую оценку Элеоноры о себе. Элеонора жила угнетенной по нескольким причинам. Возможно, одна из них заключалась в том, что у нее были те же черты эсэсовца, что и у него, но она считала, что ее талант расцветает медленно. Затем он почувствовал, как кто-то дернул его за воротник. Шин Юна пожаловался, что слишком долго разговаривал с Элеонорой. До независимости еще далеко. Проблемы всплывают повсюду. Вскоре после этого прибыла номер 7, Бриджит Паулсин. Собравшиеся в порту разбили лагеря по странам, и для их перевозки было подготовлено более 10 больших кораблей. Пять из них принадлежали наемникам без способностей. Но было сказано, что для успеха этой экспедиции требовалось так много наемников. Я изо всех сил старался заставить детей из ЕС замолчать. Юна, я все-таки натурализируюсь в Корее. Давай не будем этого делать. В наши дни корейские фильмы пользуются большим успехом. Если я натурализируюсь, смогу ли я много пить? Давай не будем этого делать. Когда я думаю об этом, это действительно хорошая идея. Однополые браки запрещены в Корее. Но я уже решил прожить с Юной всю свою жизнь. Давай не будем этого делать. С тех пор, как к ним присоединилась Бриджит, у Шинэны больше не было времени проводить время с Кан Шинхеком. Было невозможно открыто испытывать неприязнь к тому, что в качестве союзника был сверхчеловек 7 гуранга в мире. Поэтому Шин Юна тихо расстраивался и сходил с ума. Однако, с точки зрения Кан Шинхека, который чувствовал себя неловко рядом с ней с тех пор, как она телепортировалась от него, он был благодарен Бриджит. В конце концов, сверхчеловеческая мощь Кореи велика. Как это соотносится с Великобританией? Плохо. Перед началом два члена Бахуса в масках собрались вместе и тихо переговаривались, глядя на остальных, собравшихся вокруг них. Ты сказал, что сражался с Зевсом? Может быть, просто будь готов к такой возможности? Да. Я быстро взгляну на британскую сторону и вернусь. Смотри, чтобы тебя не поймали. Да, спасибо. И Леонора осторожно вышла. Шинена на какое-то время была поймана Бриджит, поэтому Кан Шинхек подумал о том, чтобы увидеть своих друзей на стороне канониров. Приятно познакомиться, Шиненхек. Наконец, Зевс вышел на связь с ним. Я слышал, что ты встречался с Кан Юлем. Меня зовут Юджун Ман, и я отвечаю за субмастера Зевса. Он был симпатичным мужчиной лет 45, обладавшим значительной магией, в отличие от Кан Юли. В целом он казался рангом или выше, но, кроме того, казалось, что к нему примешивалась раздражающая энергия. Однако на что это было, у Шинхека прямо сейчас не было ответа. Кан Шинхека глядел его и поднял голову. Я сказал ему связаться со мной по телефону. Ха-ха, я уже много раз ругал Кан Юля за это. Это было незрело. Пожалуйста, подумайте об этом с великодушным сердцем. Да, просто он подготовил меня. Конечно, есть ли у нас какая-то причина работать против кукловода смерти, который занимает четвертое место в мире? Был нюанс в том, чтобы притворяться вежливым с каждым словом. Кан Шинхек уставился на него. Итак, что ты хочешь сказать? На самом деле, наш мастер очень интересуется вами и любит вас. Он просил меня передать тебе, что хотел бы увидеться с тобой один раз. Да, я должен встретиться с ним. Когда Кан Шинхек кивнул, он с улыбкой опустил голову. Спасибо. Тогда, даже если я свяжусь с тобой позже? Да. Но сейчас, разве мы не должны сосредоточиться на экспедиции? Ха-ха, конечно. Однако, поскольку Зевс отвечает за тыл. Если ты расслабишься, тебя унесет прочь. Не расслабляйся, когда будешь в Африке. Да, ты действительно осторожен, как топ-менеджер. Я прислушаюсь к вашему совету. Что ж, тогда. Глаза Кан Шинхека сузились, когда он увидел, как Ю Джунман отвернулся. В этот момент он мог видеть нити духовной силы, которые тонко тянулись от маленького устройства на его ошейнике. В этой экспедиции произойдет несчастный случай, верно? Учитывая последние события, я осмелюсь утверждать, что это имеет стопроцентовную вероятность. Я могу понять, что они пытаются сделать. Это место, наполненное неизвестными монстрами. Будьте осторожны, они могут быть связаны с Ермонгандом. Кан Шинхек кивнул в знак согласия. В этот момент трансляция сообщила всем, что время пришло. Экспедиция начиналась. Глава 241. Церемония экспедиции получилась очень красочной. Конечно, до дня предшествовавшего экспедиции это был проект, который проводился тайно. Но мероприятие, которое ассоциация запланировала на этот день, было действительно престижным. Кан Шинхек почувствовал за этим великолепное сердце, наблюдая за оркестром. Такое чувство, что мы наконец-то дадим бой Ермунганду. Если бы в центре ассоциации был шпион, я бы немедленно ушел. Как далеко вы собираетесь сделать будущее человечества мрачным? Но я действительно никому не могу верить. Шин Юна сказал это с мрачным выражением лица. Но, возможно, настоящая причина, по которой у нее было такое настроение, заключалась в Бриджит Паулсен, которая продолжала держаться за нее. «Перестань беспокоить моего старшего. Даже если вы хотите стать друзьями, сделайте это после принятия надлежащих мер. Если я сделаю шаги, я смогу приблизиться к Юне, верно? Как далеко? А, как далеко? Ты можешь перестать говорить, указывая на части моего тела? Это очень грубо. Дыхание бога грома. Шин Юна, которая хотела охотиться, но не быть преследуемой, начала тихо бормотать, наблюдая за Бриджит. Услышав ее шепот, Кан Шин Хек сразу же распознал в нем самую мощную магию, которую она могла сотворить. «Если я ничего не сделаю прямо сейчас, я отправлюсь домой еще до того, как мы отправимся в Африку». «Ахаха!» Он схватил Бриджит, но она только крепче сжала его руку, слегка покраснев. «Я тоже в порядке с мужчиной. Мне особенно нравится кукловод смерти. Ах, она действительно непобедима». Он в испуге отпустил ее руку. И Леонора взволнованно встала между ними. «Мистер кукольник смерти, у него было пять углов, а не четыре? Я ей не нравлюсь в этом смысле. Ты знаешь, что я только что сказал». «Ах!» Кан Шин Хек осознал свою ошибку. Шин Юна отвернулась от него, покраснев, и Леонора покачала головой в смущении, которое было видно сквозь маску. Он довольно решительно покачал головой, но это выглядело бы только более подозрительно. Он быстро придумал оправдание, пока не стало слишком поздно. «Я имею в виду, как коллега. Ладно, ладно. Я знал, что мистер кукловод смерти был очень плохим парнем. Это на мой вкус. Я думаю, мы втроем хорошо подошли бы друг другу, как насчет в постели. Не могли бы вы, пожалуйста, не вводить меня тайком? Я тоже не пойду». Бриджит, которая прыгала взад и вперед между двумя людьми, казалось, получала удовольствие. Она была из тех, кто сгорает еще сильнее, когда их отвергают. «Если ты будешь продолжать в том же духе, она действительно нападет». Как раз в этот момент корабль отчалил. Масса людей вышла на перс, чтобы помахать им на прощание. И Коншенхек почувствовал себя странно тронутым, хотя у него не было никакой связи с ними. Похоже, у них не было никаких сомнений в том, что сверхлюди завоюют Африку и вернутся. Это потому, что в Лиссабоне много африканцев, а материковая часть Португалии также очень опасна. На испанской границе все еще идут бои. Гибралтар. Илеонора тихо добавила к объяснению Шин Юны. Гибралтар не выдержал первого встречного течения и был полностью разрушен и покорен без малейшего шанса на британскую поддержку. Главная цель британских войск в этой экспедиции – восстановить Гибралтар. Ах, действительно, Гибралтар принадлежит Великобритании. Да, Илеонора, которая была членом королевской семьи Англии, казалось, была очень заинтересована в возвращении Гибралтара. Возможно, именно по этой причине она расследовала участие британских военных в этой экспедиции. Но разве Испания не боролась за то, чтобы захватить Гибралтар? Бриджит Паулсен безразлично заговорила об этом. В результате Илеонора пострадала, и Коншенхеку пришлось объяснять это со вздохом. Испания не может позволить себе обращать на это внимание. Скорее, это область, которая соприкасается с Африкой. Поэтому, если Британия восстановит ее, будет легче защитить материковую часть Испании. Если бы я был в Англии, я бы просто оставил это Испании. Британцы не сдаются. В решительном заявлении Илеоноры чувствовалось королевское достоинство. Бриджит вздрогнула от подавляющей силы, исходящей от ее маленького тела, и вскоре молча кивнула, как будто что-то заметила по ее акценту. Да, я буду подбадривать тебя. Они захватят Гибралтар. Восстановление Гибралтара в настоящее время невозможно. У них будет полно дел в Марокко. Евна сказала это твердо с печальным выражением лица. Несмотря на то, что она вела себя по-детски перед Коншенхеком, обсуждая экспедицию, она сохраняла достоинство один в мире. Даже когда человечество находилось на пике своего развития, завоевание Африки было тщетной идеей. Однако на данный момент уровень монстров в Африке увеличился из-за падения врат, а сверхчеловеческая сила уменьшилась. Тогда зачем мы идем? Это так опасно, как ты говоришь. Это спросила Бриджит. Очевидно, ее достоинство как топ-менеджера не могло быть найдено. Если мы не пойдем сейчас, позже будет еще опаснее. Лицо Шин Юны расплылось, когда она забеспокоилась о грядущем будущем. Чем больше ворот перекрывается на небольшой площади, тем больше возрастает риск. Может быть уже? Сказав это, она схватила Коншенхека за руку. Как член вселенной героев, он примерно представлял, что она пыталась сказать. Вероятно, она имела в виду текущий лимит монстров, которые вышли за пределы ранга ССС. Средний уровень монстров на Земле был низким по сравнению с другими странами, но Африка была исключением. Когда станет опасно, ты вернешься. Старший, я четвертый в мире. Глаза Элеоноры сузились, когда она наблюдала за разговором этих двоих. Но Шин Юна смело проигнорировала пристальный взгляд Элеоноры и крепче сжала его руку. Потому что это может быть опасно и для меня тоже. Если ты вернешься, никогда не возвращайся. Хорошо? Хорошо? А как насчет меня? Вау, я ранен. Возможно, Шинена действительно рассматривала возможность возвращения только Кан Шин Хека, если она чувствовала, что это опасно. Неужели она уже въехала в Африку? Он знал, что она была занята как самая сильная в мире. Но, возможно, она уже сталкивалась с такими нелепыми опасностями ежедневно. Не беспокойся об этом, потому что я не умру. Да. Послушай меня и отпусти меня. Да. Кан Шин Хек ответил серьезно, но Шин Юна избегала его взгляда. У нее была очень плохая привычка, но в будущем это должен был исправить ее парень, а не Кан Шин Хек. Не планируйте между вами двумя. Пожалуйста, позвольте мне присоединиться. А, смотри вперед. Мы не знаем, когда произойдет атака воздушного монстра. Почему они путешествовали на корабле, а не на самолете из Лиссабона в Касабланку в Марокко? Это было потому, что в небе были врата типа эрозии, из которых выскакивало смехотворное количество монстров. Врата уже полностью разрушили реальность, чтобы создать инопланетную крепость, защищающую воздух. Конечно, море тоже было опасно, но отбиваться было легче. О, потому что так сказал мистер кукольник, Бриджит заговорила. Когда он огляделся, то увидел, что небо перед ними почернело. Наемники на кораблях в тылу готовили свое тяжелое оружие, а от Шин Юны исходили искры, когда она готовила свою магию. Хэм, у вас есть дальнобойная атака, мисс Сэл? Ах, Элеонора, поняв, что он говорит о ней, надулась на него. Она была бойцом ближнего боя, до мозга костей. Ах, затем Кан Шин Хек почувствовал, что его инвентарь открылся. Оникс хотела выйти, и обычно для этого была только одна причина. Это металл? Спросил я. Мю. Оникс твердо подтвердила его подозрения. Он вырос, употребляя в пищу так много видов металла, что больше не обращал внимания на низкоуровневые металлы, но теперь его возбуждали существа, летающие в воздухе. Ты уходишь? Спросил я. Кан Шин Хек передал свои намерения Ониксу с помощью своей духовной силы. Может, попробуем то, что мы практиковали на этот раз? Мю. В эти дни он не приобрел никаких новых металлов, и все оружие, которое он сделал, было размещено на торговой доске, так что он был очень недоволен. Но Кан Шин Хюк успокоил его, пообещав ему редкие металлы, которые можно найти в Африке. Хотя он и не знал, что монстр, который приведет его в восторг, появится еще до того, как они войдут в Африку. Вау, это здорово, так и есть. То, что он создал, было Эрибасом. Бриджит наклонила голову, заметив, как Оникс тихо вскарабкалась ему на плечо. Монстр? Нет. Тем не менее, она была топ-менеджером, чтобы видеть скрытность Оникс насквозь. Но это было нормально. Скоро он покинет этот корабль. Кан Шин Хюк выбрал свое время, основываясь на наемниках и различных дальнобойных нападающих, стреляющих в небо. И на мгновение, когда группа монстров закрыла солнце и отбросила темную тень на море, он выстрелил из своего пистолета. О, это чувство, пистолет. У тебя был дух в пуле? Что-то в этом роде. Кан Шин Хюк улыбнулся и кивнул, прежде чем выпустить еще несколько пуль. Последующие выстрелы быстро взлетели вверх, чтобы догнать первую пулю, создавая область тени вокруг воздушных монстров. Это сразу же поймало их в ловушку, и они начали кричать от боли. Мю-у-у-у-у. Младший, ни в коем случае. Это примерно правильно. Шин Юна догадался, что происходит в темноте, внезапно образовавшейся в небе, и посмотрел на него. Монстры, потерявшие свои крылья в темноте, начали падать. Все крыло было металлическим. Каншин Хек тихо пробормотал. Оникс, которая ассимилировалась с тенями, оказалась более эффективной, чем ожидалось. Пока тело врага было металлическим, их тактика была непобедимой. Глава 242 Глава 242 Монстры казались почти смущенными, когда внезапно упали в воду. Те, кто потерял крылья и упал в кресло, были бы в порядке, если бы их оставили как есть, но существовал обоснованный страх, что другие монстры станут сильнее после их поедания. Наемники, у которых не было снаряжения, чтобы стрелять далеко в небо, старательно метали гарпуны, чтобы убить и вернуть монстров. Безумие, все крыло было оторвано, что сделал кукловод смерти. Я понял, в этой пуле находится один из его приспешников. Это кукла кукловода смерти. Было любопытно увидеть, что те, кто не знал об Ониксе, на самом деле были довольно близки к цели. О, это ужасно, он из тех, от кого ты не должна отводить взгляд. Эй, давай, скажи мне, пока не разозлился. Наемники сообщили, что они заплатят за 50% добычи самостоятельно, боясь, что он неправильно поймет, что они пытались украсть монстров, которых он почти убил. На самом деле, все, что он хотел, это металлические крылья, а они уже были съедены Оникс, поэтому ему было все равно, что они сделают с остальными частями, но они давали ему деньги, поэтому он решил сказать об этом позже. Они продолжают падать. Сколько у него магии? Я не чувствую никакой магии. Я думаю, что это сильнее, чем тьма, которую создает Темный Занавес. Почему он все еще только четвертый в рейтинге? Ты идиот! У Темного Занавеса нет такой способности к атаке в первом место. Если так будет продолжаться и дальше, мы не сможем внести должный вклад. Первоначально атакующие в ближнем бою планировали встретиться лицом к лицу с монстрами, которые прошли мимо группы дальнего боя. Однако перед Каншенхеком, который создал область тьмы в воздухе, чтобы позаботиться о монстрах у всех было время расслабиться. Оникс, которая поглощала металлических монстров, и наемники, которым поручили уборку, были заняты. Я пытался поймать их, и Леонора коснулась ее сердцемрачным взглядом. Каншенхек, которая знала, что было в ее черном как смоль длинном пальто, конечно, это была униформа Бахуса в маске, просто улыбнулась. Это пустая трата времени выходить, чтобы прикончить их. Астафета-Р, это замечательное имя. Что оно означает? Это пистолет? Глаза Бриджит Паулсен загорелись при виде Рибаса, и она подумала, что у Леоноры может быть что-то столь же замечательное. Было бы странно не узнать пистолет Каншенхека, который довольно часто использовался, когда он работал с Бахусом в маске, но она не могла знать о пистолете Элеоноры. Он просто сказал, что она скоро узнает, и рассмеялся, продолжая стрелять в воздух. Бах, 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 бах. Чем больше теней они отбрасывали, тем быстрее летели пули, и каждый раз, когда он стрелял, область темноты в небе увеличивалась. Естественно, Оникс ускорился, когда он ассимилировался с тьмой, и все воздушные монстры, захваченные тьмой, потеряли свои крылья. Зрелище сотен монстров, падающих в одно мгновение, могло быть возможно только с помощью магии. Темный мастер, это темный мастер, СНРК. Его появление, когда он использовал свой пистолет, привело к неудачному прозвищу. Каншенхек пристально посмотрел на Бриджит, которая не выдержала и начала смеяться рядом с ним, пока он связывался с Оникс. А ты что думаешь? Мю-у-у-у-у-у-у-у-у. Согласно его прямому отчету, монстры были рангом от Адайс, а монстры-боссы все еще были скрыты. Металл был вкусным, но, похоже, на данный момент он съел достаточно, поэтому он сообщил, что скоро вернется с долей своего хозяина. Но должен ли я поблагодарить вас за то, что вы позаботились о моей доле? Он вздохнул и убрал пистолет. Даже после прекращения стрельбы облако тьмы на некоторое время заняло часть неба, и Оникс бесновалась в нем, прежде чем медленно вернуться. Мю, да, я хотел бы быть сытым. Он погладил милого рыгающего ежика, который был доволен после хорошей еды. Однако, несмотря на успешный дебют их новой тактики, его настроение было не очень хорошим. Мы еще даже не у входа, но здесь уже есть С-ранги. Его лицо было напряженным, когда он оглянулся на празднующих сверхлюдей. Опасения Шин Юны с каждой секундой звучали все более и более реалистично. Я сказал им, что пределом улучшенного снаряжения был ранг-эс. На самом деле, даже с монстрами ранг-эс было нелегко иметь дело, когда дело касалось неопытных. Чтобы следить за их быстрой реакцией и физическими способностями, вам нужно было максимально повысить свои характеристики с помощью улучшенного оборудования, тренировать свое зрение и использовать волшебные пули. По крайней мере, это было возможно для тех троих, кто был тщательно обучен коншенхекам. Это будет действительно опасно. Наемники, конечно, не собирались вести тотальную войну, но, похоже, они думали, что смогут защитить базовый лагерь. Однако, учитывая нынешнюю ситуацию, въезд в Африку казался невозможным, не говоря уже о создании базового лагеря. Ты передумал? Может, нам вернуться? Не собираюсь возвращаться. Коншенхек решительно ответил шиныне, которая, казалось, прочитала его мысли. Возможно, им придется уменьшить размер базового лагеря и отправить наемников обратно. Я могу сделать официальное предложение. А, именно тогда последовала неожиданная реакция миниатюрного звукоприемника и передатчика, которые он прикрепил к субмастеру Юджунману из ЗИУС. Реакция слишком быстрая. Этот маленький мальчик, я не могу понять, какие способности он пробудил. Было бы лучше, если бы я мог это выяснить. Там целая куча. Мы должны проникнуть внутрь материка, чтобы иметь возможность совершить крупную сделку. Но до этого, если бы вы были обычными наемниками, в нынешней ситуации это непросто. Но если мы пойдем немного дальше, не будет ли там размытой местности? Если мы нацелимся на это время, то сможем его вытащить. Я буду менять ряды понемногу. Артиллеристы, они хороши для стрельбы, ничего не зная. Эти ребята прямо сейчас читают сценарий злодея. Не потому ли это, что они думают, что их не слышат? Бонус в размере 400 000 лес для участников, которые притворяются новичками. Но слишком подозрительно, что это произошло так скоро. Для вас было бы лучше знать о своих способностях. Никто другой не может создать устройство для прослушивания, которое нельзя увидеть невооруженным глазом, с помощью магии или любого другого оборудования. В качестве бонуса он обладал способностью тянуть за духовные нити и тайно присоединять их к другим. Каншин Хек сам убедился, что этого не видно. Но эта информация наемники были разделены на пять кораблей, один из которых был занят Зевсом и артиллеристами соответственно. Действительно, они были первыми и вторыми в мире. Они нацелены на наемников, но почему? Они были не особенно эффективны. Однако он вспомнил, что слышал, что родители Шин Юны тайно работали над проектом искусственного сверхчеловека. Наемники, у которых не было никаких способностей, кроме их развитых физических и умственных способностей, были бы идеальными объектами для экспериментов. Несомненно, победа над их вторым по величине конкурентом также была причиной их выбора цели. Мы не знали, что так близко будет эрадированная местность, но они это сделали. Есть вероятность, что у них есть связь с Ермунгандом. Бонус в размере 500 000 лес от администратора, восхищающегося вашей удивительной силой мышления. Независимо от того, насколько это казалось дразнящим, администратор искренне хвалил его. Каншин Хек тихо что-то прошептал Шин Юни, которая осматривала корабли после битвы. Кажется, перед нами эрадированная местность, Шопот Юны. Да, мы находимся в районе Африканского моря, но а, внезапно она повернулась к нему, как будто удивленная, но он притворился, что не заметил, и написал еще одно сообщение. Минус один постучал по субмастеру Зевс. Когда появится разрушенная местность, он говорит, что они будут выполнять работу на корабле, на котором находятся артиллеристы, Шопот Юны. То есть, я имею в виду, ее лицо стало серьезным, пока он обдумывал свои слова. Бриджит, которая чувствовала, что происходит что-то такое, во что она не может вмешаться, выглядела угрюмой и вместо этого начала приставать к Элеоноре. Шопот Юны. Я не могу раскрыть это сейчас.